Мы уже третий год провозим химбамовские чтения, более-менее с переменным успехом. В этот раз тоже у нас наступила программа, как в предыдущие годы. По итогу первых двух конференций мы составили сборник, он готовится медленно, но верно. Он, тем не менее, будет когда-то и будет включен в систему РИНС. Поскольку у нас сейчас издательский отдел перегружен, то срок у нас не получается его издать, но тем не менее сборник будет, и он будет достаточно интересен. Мы начнем первую секцию, она, как нетрудно догадаться, посвящена 205-летию Михаилу Евгеньевичу Лермонтову, которая произойдет через пару недель. Добрый день. По словам, символично, что я начинаю эту секцию, потому что моя тема тоже связана с юбилеем Лермонтова. Я буду говорить о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова «Преломление поэзии» начального периода Первой мировой войны. Но прежде чем мы поговорим о стихотворениях Первой мировой войны, необходимо дать некоторый контекст, в котором война начиналась для России в июле 1914 года. Я сразу же обновлюсь, что все даты, которые я буду произносить, я буду давать по эфирианскому календарю, потому что это те даты, которыми оперируют люди, описавшие тексты на тот момент. Начало XX века, особенно 11, 12, 13 годы XX века, это период, когда активно празднуются разные юбилеи. Юбилейные торжества проходят очень пышно, они не ограничиваются столичными городами, они проходят по всей России, и выбор даты юбилеев, конечно, не случайный. С одной стороны, это период относительно благополучия, соответственно, есть возможность с размахом отпраздновать тот или иной юбилей, то или иное событие, сделать его действительно эффектным и зрелищным. С другой стороны, это период больших внутренних противоречий в стране, когда власть заинтересована в том, чтобы вести постоянную пропаганду, направленную, с одной стороны, на легитимизацию, на подчеркивание необходимости и абсолютности царской власти, с другой стороны, показывает, что власть закрутится о народе, власть обращена к народу. Вот для этого, в частности, проводятся масштабные юбилейные торжества. Я упомяну некоторые из них, которые впоследствии оказали определенное влияние на стихотворения, которые будут создаваться уже с началом Первой мировой войны. Первый юбилей 1911 года, 50-летие отмены крепостного права. По всей стране открываются памятники Александру Второму. Николай Второй лично открывает памятник в Киеве, присутствует на торжествах. И этот юбилей, с одной стороны, показывает влияние власти на жильбу народу, с другой стороны, он должен показать снисхождение государя, его добрую волю по отношению к своим подданам, его заботу о своих подданах. Соответственно, 50-летие отмены крепостного права открывает череду юбилеев на избёте Российской империи. Следующий юбилей, которым необходимо сразать, 1912 год, столетие Бразинской битвы, в принципе, столетие Отечественной войны. Здесь тоже власть преследует несколько целей. С одной стороны, это показать военную мощь, как окружающим странам, как за рубежом, потому что постоянно идут войны, Волкманская война и так далее. Необходимо утвердить военную мощь России, которая особенно, и Мисс Шасси, особенно, пошатнулась после поражения русско-яльманской войны. И с этой же целью, вот эта демонстрация военной мощи, напоминание о военных успехах российской империи, очень важно и для внутренней политики, потому что скептицизм по отношению к военной России после поражения русско-яльманской войны достаточно сильен. С другой стороны, это так, дата, 1912 год становится поводом для того, чтобы вызвать к объединению, напомнить, как весь народ объединился в борьбе с Наполеоном. И это должно служить такой вот опорой, базой для создания, национального создания некого народного единства. 1913 год, трехсотлетие дома Романовых, опять же, безусловно, должно подчеркивать легитимность и сократность монархии в России, ее, наверное, то, что Российская империя, Россия не может быть без царя. С другой стороны, трехсотлетие дома Романовых очень активно играет на русских настроениях, начало 20 века, 10-е годы. Это подъем национализма, как в его хороших проявлениях, так и в негативных проявлениях. И поэтому устраивается бал в нем русских костюмах. Вот эта вот тема русского, не русского стиля, не русская идея, она становится актуальной и всячески подчеркивается в связи с празднованием трехсотлетия дома Романовых. И, наконец, в 14-м году должно происходить, собственно, два юбилея. Это 200 лет гангутского сражения и 100 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Однако история распорядилась иначе. И 19 июля 1914 года германский посол объявляет войну Российской империи. Гангутское сражение, юбилей гангутского сражения должен был быть празднован 27 июля. Естественно, 19-го была объявлена война, они практически не вспоминают. Хотя некоторые приготовления были сделаны, на монетном дворе были отчеканы на памятные юбилейные монеты и так далее. Для того, чтобы поговорить о юбилее Рермонтова, я даю некоторый контекст. 19 июля начинается война. В августе очень противоречивое положение на фронте для Российской империи. С одной стороны, успехи галлицейской операции. И такой, да, пуфиолос, это, в основном, чем в приваганде взять сельволос. С другой стороны, примерно в это же время, выражение в Восточной Пруссии гибель генерала Самсонова. И становится понятно, что война не будет короткой и гипопедоносной. На конец, 29-го сентября 1914 года, умирает от ран великий князь Олег Константинович, сын знаменитого Дакаря Константина Романова. Естественно, ни о каких юбилейных торжествах не может идти речи. Но уже 16 сентября 1914 года в газете «Русский инвалид» появляется объявление о том, что Министерство народного посвящения приняло решение провести празднование годовщины с день рождения Лермонтова после окончания войны. То есть ограничиться панихидой и так далее. Тем не менее, лермонтовская тема, лермонтовский контекст для 1914 года очень актуальна. Появляется множество публикаций в периодических изданиях, газетах, журналах, в том числе довольно любопытных, профессиональных. Например, в журнале «Русская школа» за декабрь появляется публикация, в которой говорится о том, что юбилей Лермонта возменили не только потому что идет война, но и потому что это слишком неоднозначная фигура, и слишком листальное внимание к нему может шатнуть патриотизм, может вызвать вопросы, которые неуместны в текущий момент. И автор выражает надежду, что, может быть, когда все будет хорошо, наконец-то можно будет говорить о Лермонтове, Дамбельской упернии, замалчивая все сложные аспекты его творческой личности. Очень активно книгопечатание работает. В лермонтовский год вышло несколько десяток, более сотни разных изданий, переизданий Лермонтова, статей и исследований, посвященных Лермонтову. В 2015 году выходит два библиотектических обзора книг, выпущенных. В 2014 году, посвященных Лермонтову. То есть, эти мирные полгода, которые путешествовали на несостоявшемся юбилею и начавшейся войне, они были активно использованы для того, чтобы создать вот этот лермонтовский контекст, восстановить в народном сознании ощущение Лермонтова как национального поэта. Конечно, тому, что Лермонтов был известен, способствовало то, что он был включен в школьную программу, тогда занимались по русской хистоматии, составленной Николой Автову, первоначально в 1943 году. Дальше она в конце 50-х стала обязательной для изучения в школе. 12 стихотворений Лермонтова были в нее включены. Я напомню, что Лермонтов погиб в 1941 году. То есть, уже буквально через 10 лет он стал, в любом смысле, хистоматийным автором, которого изучают в школе. И такое внимание к Лермонтову, зачитающееся с вниманием к военным событиям, не могло не привести к тому, что тексты Лермонтова, опоры на тексты Лермонтова появляются в стихотворениях, публикованных в газетах в начале войны. Я беру интервал с июля 1914 года, собственно, с начала войны и до конца 1914 года. В чем специфика тех текстов, с которыми я работаю? Во-первых, это снизенная художественная ценность. Я понимаю, что это формулировка, в которой могут быть вопросы. Тем не менее, эти тексты достаточно историчны и с художественной точки зрения довольно невыродительны. Тем не менее, эти тексты очень важны, потому что они ориентированы на синхронность. Задача текста, который публикуется в газете, не поразить всех своими высокими художественными достоинствами, а отразить текущую ситуацию, соответственно. Очень часто злободневность становится приоритетным ущерб качеству. С третьей стороны, публикация на странице приоритетных изданий сближает текст с публицистическим стилем, потому что это не только художественная функция, но в значительной степени и публицистическая. И в большинстве случаев речь идет об обосредованном получении информации. То есть авторы стихотворения читают газеты, получают информацию, создают тексты, отправляют в эти же газеты и становятся частью этого медиапространства, которое порождает довольно специфическое представление о войне. Тем не менее, именно этими представлениями эта информация живет большинство в Российской империи. Естественно, эти авторы используют в своих стихотворениях то, что для них лежит на поверхности, то, что актуализировано последними событиями. Это не только события войны, но и тексты Гермонтова, которые актуальны как часть школьной программы и как отголоски несостоявшегося юбилея. Некоторые примеры. Очень часто лермонтовские тексты становятся основой для сатирических текстов, для породинных текстов. Например, стихотворение некоего Дрождинина в Берлине опубликовано августом 2014 года. Можно сопоставить левую часть этого Дрождинина, правую часть – это Лермонтов Бородино. Мы совершенно точно видим, что актуальны используют только часть этого творения, целиком я его не привожу. Но здесь видно, что Лермонтовский текст расположился в основу стихотворного произведения, которое призвано на понятном аудитории языке отразить современные события. Я уже говорила о том, что вообще тема Отечественной войны 12-го года она еще свежа, свежи воспоминания после либерей. Неслучайно, сразу после начала войны прессе, я начинаю называть второй Отечественной или Великой Отечественной войной. Кроме того, вот здесь мы видим тоже часть этого стихотворения «Видеть перед личиками» с Лермонтовскоскосексом и Дрождининским. Кроме того, в это время очень актуальен, очень популярен образ Наполеона. Причем он используется и в карикатурах, и в стихотворениях. Это не только черта российской поэзии. Вильгейма и немецкого императора с Наполеоном сравнивают и в британской прессе, и в французской. Образ Наполеона очень сложен. С одной стороны, вспоминая о нем, вспоминая французского оружия. С другой стороны, для русской культуры вообще характерна инвалентность образа Наполеона. С одной стороны, он великий полководец, романтическая фигура, с другой стороны, адрессор и узорфатор. Осложняет ситуацию, потому что на этот раз Франция уже не наш соперник, она союзница Российской империи. И вот это вот все порождает такой полезный интерес к фигуре Наполеона, в первую очередь сатирической. Поэтому здесь от лица уже не солдата, а даже Вильгейм говорит словами, которыми можно было бы говорить о правительственном сражении, но уже со стороны противника. Еще один интересный текст, адресующий нас другому стихотворению Лермонтова, «Воздушный корабль». Тоже мы слева видим текст, прагмент песни о странствующем операторе, автором псевдонима «Бойску». Это уже сентябрь 2014 года. Мы видим, что здесь, в отличие от предыдущего примера, не выдерживается ритм герматовский, однако тематические тексты очень близки, старческий крик, он кричит пауки, ищет их снова и снова, зовет их от Буга, от Сана реки, Скорпаты, от города Эльбогода. Но немцы и чехи давно уже приняли в битвах погибли Матьяна. Вспоминая «Воздушный корабль», переклички действительно есть, и «Лермонтовский текст» здесь используется как основа для обновения, для создания этого пародийно-сатирического текста. Еще одна очевидная пародия, автор по псевдониму «X, Y, Z». Здесь примечательно, что отсылка идет не просто к лермонтовскому тексту, но к лермонтовскому переводу с немецкого, переводу из «Гёта», то есть автор фактически обращается к немцам на доступном им языке и объясняет им о том, что их неименуемо ждет поражение, видно, насколько тексты сближены, и в этой ситуации то, что автор обращается именно к переводу, тоже по-своему достаточно символично. Очень много отсылок к тексту казачьей полыбельной Лермонтова. Первый пример, который я хочу привести, он тоже пародийный, и здесь тоже идет такое двойное заимствование. Автор, творящий по свиданиям дядя Яша, отсылает нас к Некрасову. Его текст, кто проведен далеко, «Будешь, да встретим с виду германцем душой, воевать с тобой я выйду и не промахну рукой». Здесь он отсылает нас к Некрасову, который в свою очередь опирается на казачью колыбельную Лермонтова. То есть здесь происходит какое-то двойное снижение, двойное травестирование, и вот это стихотворение опирается на Лермонтова через Некрасова. С другой стороны, ритм казачьей колыбельной используется и в несатирических, а довольно пафосных стихотворениях, где сохраняется пафос. Здесь мы видим, что узнаваемый ритм используется Николай Каменским для того, чтобы тоже призвать мужество усилить веру в победу. В ноябре 2014 года появляется стихотворение Сминсицкого, посвященное гибели великого князя Олега Константиновича, тоже в ритме казачьей колыбельной. Это как бы продолжение германтовского текста. Как вы помните, там мать укачивает ребенка и говорит, что он вырастет и сядет на коня, и она его проводит. И вот здесь мы видим историю князя Олега и его мужественной гибели. Еще один пример, тоже уже не сатирический, а с сохранением пафоса. Некто Лепнинский создает гневное обращение немцам, явно оперирует фрагментами лермонтовского текста. Здесь, возможно, недостаток собственного политического вдохновения, собственно, творческих способностей заставляет автора использовать лермонтовский текст как своего рода косты для того, чтобы восполнить собственную поэтическую ущербность и создать достаточно пафосное, достаточно героическое стихотворение. И последний текст, о котором я хотела поговорить, это единственная публикация, посвященная, собственно, Лермонтову, поэтическая я имею в виду, которую удалось обнаружить в газете «Русский инвалид», газета «Российская армия», она потом была повторена в «Вестнике русской конницы», посвященная памяти незабвенного Николая Михаила Юрьевича Лермонтова, автор «Ксения Бугаевская», постоянный автор «Русского инвалидов». И мы видим, как она использует стереотипный, несколько глубочный образ Лермонтова, как вдохновляющий для современников, как образ, который может вдохновить войска, в первую очередь, конницу в уже существующей войне. И, наконец, какие выводы мы можем сделать? Несмотря на официальную отмену юбилейных торжеств, контекст Лермонтовского года к объявлению о начале войны был создан достаточно сильный, и отражение этого мы видим в поэтических текстах. После Пушкина Лермонтов наиболее часто используется как текст в стихотворениях, созданных в начале войны. Лермонтовские тексты очень активно используются, причем как в парадийном ключе, так и с сохранением пафоса для того, чтобы передать читателю, использовать знакомого читателю текст для того, чтобы передать ему вот это торжественное настроение и значение текущего момента. Спасибо. Спасибо, Юрия. Нет, Леонида такой очень интересный доклад с вооружением эпоху и с контекстом. Появились какие-то вопросы? Да, у меня вопрос такой небольшой. А спросите, пожалуйста, какие именно газетные издания вы посмотрели? Я просто, извините, найду пароль и два лет. Да, спасибо большое. Я не стала приводить источники. Я, в принципе, отсматриваю прессу начального периода войны, как столичные, так и неотличные издания. Отсмотрено там более трехсот единиц наименований и работа продолжается. То есть, к сожалению, вот эта печень, которую я дала, может быть не исчерпывающим, тем не менее, охват достаточно широкий. Это самые разные регионы Российской империи. Это и польские публикации на русском языке, в Батуми, Одесса. То есть, я с радостью брать более-менее это намеренный охват по территории Российской империи. А кроме Лермонтовских текстов еще какие-то были ссылки к каким-то авторам? Да, самые популярные – это «Пушкин», там и «Болтава», и «Ворону летит» и другие стихотворения. Но, в основном, эти два автора. Некрасов здесь возник, опять же, косвенно указывая на Лермонтова, других авторов, которые регулярно встречались, пока мною не обнаружили. Больше одного или двух. То есть, это «Пушкин» и Лермонтов. Спасибо, очень интересная обшавка. Еще? Да. Извините. Интересно также было бы посмотреть вообще историю канонизации вот этих текстов. «Бородино», «Казачья кровельная песня». Это такие все-таки канонические тексты. И вот в какие моменты они актуализированы были? То есть, в связи с какими другими военными, может быть, событиями на 15 веке? Они же входили еще в школьный канон. Сейчас. Да, они вошли в школьный канон в 50-е годы. И это благодаря Александру Голанову. И в его школьной фестоматии были включены, ну, скажем, в цели героя нашего времени еще 12 стихотворений из тех «Казачья песня». И воздушный корабль, и горные вершины из тех, которые были встречены здесь. Что касается «Бородино», и там два американа пропустила этот текст, потому что там нет уверенности, что действительно отсылка к этому тексту. Скорее всего, они были актуализированы как раз в 12-м году в связи с празднованием годовщины Бородинского сражения. То есть, они входили не в школьный канон, а именно вот такой вот канон для терапии. А в 19-м веке такие же, ну, такие как бы пародийные тексты, которые вам не встречались? Я просто не занималась, честно говоря, литературой, но подобные 19-е годы в этом университете. Спасибо. Ну, собственно, самое появление текста Некрасова говорит о том, что, да, «Колыбери», даже будешь ты, чиновник виду, подвес, подшую, говорит о том, что, да, эта традиция, конечно, имеет более глубокие корни, но говорить об этом более широкое, к сожалению, на многом. А, будь, не нашлись ли какие-то ювермонтовские мотивы, либо провисели не по цензурам, или вы еще с ней не работали? Нет, не смотрела. Я беру то, что вот официальное издание, но не по цензурам не смотрят. Но, в неделю, да, тоже это интересная тема. Инградская? Нет, это уже позже все-таки. Я беру только в 2014 год, в 19-м. Вообще, есть интересный такой взгляд на юбилей Верхукова. Связано это с тем, что, как уже в свое время Данила Андреевич сказал, что Верхунтов не знатановочек и мистик. Первая мировая война начинается, студенты хотели отметить. Первая начинается. Столетовая гибель Верхунтов в 2014 год, начинается Великой Отечественной войне. Ну, да, есть такая, ну, как бы, совпадение. Ну, тут эффективно. Да. Здесь, когда несложно, чтобы его это делать какие-то выводы, но, действительно, Верхунтов с точки зрения юбилеев везет. А в 2014 год? В 2014 год Крым. Ну, в 2014 год Крым. Чукченко и Верхунтов. Тоже, ну, в общем, да. Оказывается, что он все время не ко двору, все время нужно было подождем более удачного времени, чтобы отразить его индивидуально. Спасибо. Есть еще какие-то вопросы? Тема моего доклада сегодня – «Особенности термотического пространства ангелотического отчества Леометова». В основном в этом исследовании лежит вопрос, как складывалось изучение термомотивов Леометова, начиная с прожизненных публикаций. Потому что, на самом деле, изучение этого отчества Леометова «Барь жизни», а это остальное экспективное. Известно, что Леометов сам не публиковал свои одни произведения, то есть 1835 года, период с 28 по 54, ну, 25 даже возьмем, да, остается за, скажем так, скобками, декадом. В 1835 году был опубликован Хаджи Абарик поэма. Но лично я отзывов на ней каких-либо не обнаружила. В 1837 году, хотя известно, что, возможно, Пушкин был знаком с данной поэмой, потому что уже после смерти в его библиотеке был найден экземпляр, да, соответственно, журнал. В 1837 году выходит стихотворение «Парадин Опыта», Белинский потом назовет жалобы на настоящее поколение. Да, и с 1839 года Клаевский начинает сотрудничать и постепенно начинает выходить стихотворение. Да, ну, поэм, поэм, поэм. Это поэт, Ветка Палестины, Аниверсибия, Аусалха, молитва, я бы тебе божье имя из молитвы и так далее. Однако, получается так, что даже после публикации Геолана Шарова и Невапыта в 1840 году, двух книг издательства Глазунова, Тиаж был оскупленник, когда, скорее всего, считали, что это было по повозьбе Глазунова, которого партийцы лично ходили в Бугайну, сплатили написать оцендию, оцендию, естественно, полегнули, для того, чтобы Тиаж более активно покупался и так далее. И здесь возникает вопрос, да, как совойменники потеряли какие темы, какие мотивы. В 1701 году выходил первый сбойник стихотворений, который тоже вызвал неоднозначную критику, да, кто-то говорит о вторичности Глазунова, о том, что он слишком сложен с Пушкиным, да, Глазунова, Глазунова, Глазунова и так далее. Но уже тогда и в контексте Глазунова и в контексте стихотворений выделяются основные мотивы, да, это мотивы тоски, мотивы одиночества, избавничества, мотивы темы Олдины, Кавказа и так далее. И здесь возникает такой вопрос, как это продолжается, да, как изучение тематического простатства продолжается, допустим, на сегодняшний день. И с выводом, допустим, поэзии Глазунова, поэзии Глазунова, да, книжки Глазунова в 1964 году, к этому, ну, на ней уже подделывается неплохая года, выходят Эльмавновские обзоры Глазунова, и Максимов, который говорит, что его книга «Эльмавкова» из него и графия, отмечает и то, что мы называем римственным преимуществом, то есть это романтический преиму, и то, как эволюционируется тело мотивы жанна. Однако к моменту выхода Лермонтовской энциклопедии автосоставители уже выделяют определенный, скажем так, класс образов символов, таких как консута, покой, сон, смерть, мщение и так далее. В 2014 году, опять же, в связи с юбилеем Лермонтова выходят Лермонтовские энциклопедические слова издательства Эйнбек. Главная альдакта Эйна Александровна Крэй Киселёва, в следующем факультете, в русской литературе МГОУ, некоторые мотивы не отключаются. То есть, если идем на пустынциклопедии были замечены такие мотивы, как мотив лодвига, то, что Буачок называл молочеством, допустим, одной из зальных лицензий, нет мотива иглы, мы опущены какие-то еще довольно-изначенные мотивы. И когда мы уже лично начали обсуждать, а почему так, то есть, почему одни мотивы в Лермонтовской энциклопедии есть, в Лермонтовском словарении этого тема мотивов нет, поэтому издания позиционировали себя, что они изначально должны были как-то исправить неточности Лермонтовской энциклопедии, охватить Лермонтов временем более полно. И здесь я поняла, что включается социология науки. Потому что, проще говоря, писать об этих мотивах было неравно. То есть, из-за авторов составителей никто не взялся за те же самые мотивы героизма, подвиг и так далее. То есть, кто-то не встал, соответственно, целый класс похожего именно мотивов остался за кадром. И на данный момент тема моего исследования – это как тематическое постановство на Леонице не только с течением корректики, допустим, начиная с тех же самых отзывов, еще 1841-го, это Булачок, Булгай, Берлинский, Нежевич и так далее. Но и сейчас. То есть, что изучают Леонидовид во всей России. Здесь я охватываю не только Леонидовское заобщество, допустим, московское, но и Талаганских, по возможности, ученых, ученых из Птиковска, сотрудников в музее Птиковска. И оборисовывается такая картина, что на данный момент самые популярные два направления работы с мотивами и темами Леонидова – это сугубо романтическое, то есть мотивы мести, демонические образы, любовь, любовь несчастная, то есть вместе с мотивами убийства связанные, мотивы одиночества, иванничества, порочества. Либо мотивы темно-религиозные, то есть насколько духовен Леонидов, насколько он религиозен, и философские, естественно, мотивы никогда не потеряют свою ценность. И тут заметим, что начиная как раз с 2015 года возрастает также интерес к самой личности, писателя, выходит книжка Леонидова, «Леонидов как психологический тип», где он пытается отдавать на панах, по каким-то психологическим панам, личность самого Лермонтова, то есть это популярная нынче наука, психология в театуре, то есть когда мы говорим о Гоголе и о его унынии, начинается слово о том, чем же он болел, у него мелоколия, депрессия или какие-то еще, осталось свои состояния. И темы-мотивы на данный момент, интересующие меня, это, допустим, мотив произраения, даже мотив это слишком узкое слово, я подойду тем концепт значение именно мировозраения, то есть когда герой порезает, когда герой не хочет быть порезаемым, либо он порезает людьми, это то же самое дело и так далее. И мотивы ненависти, и тоски, потому что на самом-то деле, несмотря на то, что мотивы скобы, тоски у Лермонтова выделяют повсеместно, само слово не очень употребительно, то есть такие как скоб, тоска, ну, если говорится, обохраняется часто в моем языке, да, и поэтому все это выделяется, скажем так, из контекста. Ну, на этом все, это такой небольшой обзор десертационной работы на данный момент, всем большое за внимание. – Спасибо. – Есть ли вопросы? – А под каким углом больше рассматриваете эти мотивы? Под углом романтической или под углом? – Ну, я рассматриваю больше, конечно, под романтическим углом, потому что это мне и ближе, плюс я в агрофон, то есть байонезм и связи с французской литературой, это для меня важно, что байоновские мотивы, ну и так далее. – Еще Спасович в начале 20-го года говорит, что говорить о байонезме Лермонтова это очень неправдоподобно, ну или как устарело что ли, то есть не так понимаем это все равно. Мотив одиночества, байонезм – это два шаблона, которые надо в применении к Лермонтову изменить. – Но, с другой стороны, Байонезм сказал, что байонезм – это тот факт, который есть, и за это тоже ни в коем случае нельзя. Но я, конечно, хочу немножко отойти от шаблона, да, и по возможности охватить именно как-то в системе, в целостности, то есть как мотивы связаны между собой, поймал мотив вместе, всегда фактически сопровождается убийством, Бакамане или еще где-то там. – Я смогу скорее уточнить, а лермонтовский романтизм, он выполняет, мне кажется, что лермонтовский романтизм скорее немецкий корень, чем, скажем, какие-то его еще, и даже по количеству переводов, которые он делает, в основном переводе с немецкого. А вы говорите, скорее, то, то есть вы рассматриваете ли вы эту часть? – Я пытаюсь, но, к сожалению, так как я немецкий не изучаю, с точки зрения оригинала мне посмотреть очень сложно. И так как я фан конфон, я все-таки положу файлы шелье и так далее. – Ну, просто, ну, наверное, то, что, может быть, не обязательно в это закапываться, но, наверное, это тоже надо учитывать, потому что, ну, на всю нублеводческую тему, во многом, просто литература пошла, в том числе благодаря Лермонтову, но через немецкую, через немецкую романтизму. Это очень увлекательная тема. Наверное, ей кто-то занимался. – Да, да. Компонионным, довольно популярная тема твоих аутроидов, насколько я знаю. Но, естественно, будут документы, да. – Спасибо. – Спасибо большое за доклад. Не знаю, насколько мое высказывание будет ценно, поскольку, я понимаю, уже готовы к ситуационным сочинениям. – Нет. Еще и не к нему в обороте в следующем году будут защищаться. Мне кажется, интересно было бы зацепиться за то, что как раз из вот этих вот закрепившихся штампов, то, что закрепилась литературной критикой, потом переходит именно в исследовательскую традицию. Это как раз поможет как-то переиграть и посмотреть по-новому на вот эти мотивы, которые уже именно выглядят как штабы. То есть они ничего не объясняют, не дают ничего нового исследователям. А если посмотреть на них с точки зрения исторической, то есть как они развивались на того же Стасовича, перешли и перешли потом к условному, не знаю, могу его говорить. Может быть это как бы даст управление, или, может быть, какие-то другие темы просто выделят. Спасибо большое. Я на самом деле тоже думала об этом, потому что вам в написании диссертации и так далее возникли проблемы с тем, что именно бороться с такого типа штабами очень сложно, потому что академическое сообщество не понимает аистскую критику того, что собыло. И когда аист шла, допустим, о тех же самых записках Сушковой либо Сушковском цикле, одна женщина мне сказала вы что хотите выкинуть из школы из Ляма Тавиния? Я сказала, что нет, я хотела бы купать это айбуцию Сушковского цикла Сушковой. Но соответственно да, это вопрос уже украиненности в научном сообществе, мы привыкли и у нас по сути наверное даже нет замены тем самым штабам, которые в Украине не только театроведения, но и театроведение в целом. Да, потому что допустим с тех самых 1930-х годов есть определенные устоявшиеся понятия в Ляма Тавинии и они используются здесь и то, и поэтому каких-то синонимов либо вот именно агументированно что ли противоположных либо долгих вариантов пока нет. Да, несмотря на то, что многие в том числе я как-то изображаются и я пытаюсь уйти от понятия темы и применить допустим концепт. Но мне не всегда получается, потому что концепт это лингвистическое понятие. Это тоже целая традиция исходящая агументированно и так далее. То есть с ней тоже и возникает вопрос оставлять концепт, оставлять тему или как вообще окончить поменение тела на 50-х и август. и в и в и в и в